Приветствуем каждого на официальном канале Шарорама. Вы смотрите вторую часть сюжета про старый Шарорам. Обязательно ознакомьтесь с первой частью, чтобы знать на чем мы остановились. Мы почитали ваши догадки о нашем госте, однако никто не угадал. Мы взяли интервью у исполнительного директора игры Павла. Проще говоря, Павел является одним из создателей Шарорама. Мы задали ему несколько вопросов, связанных с игрой, а он же поделился с нами своими мыслями о старом Шарораме, о его разработке и полноценном выпуске под конец 2008 года, за что мы хотим выразить ему отдельную благодарность. Во-первых, спасибо большое за ваши вопросы. С интересом почитал и вспомнил, что происходило, как происходило. Прошло уже целых 13 лет до тех пор, как мы начали работать над проектом. И на сегодняшний день, конечно же, очень большое количество всяческих разных историй, воспоминаний, того, что сделано. Поэтому обо всем этом можно целые книги писать. Но, в общем-то, не в этом сейчас цель. Расскажите о первоначальных набросках игры и ее разработке в первые пару лет. С какими трудностями вы сталкивались в самом начале и какие идеи были реализованы в первую очередь? У нас была очень амбициозная задача сделать сразу и новый сайт смешарики.ру и сделать игру на этом сайте. И всего-навсего на все это дело было бы у нас 6-8 месяцев работы. Нам удалось собрать очень быстро коллектив. Нам помогали ребята из аутсорс-компании, с которыми мы работали на тот момент. И нам удалось решить эту задачу. Хотя, конечно, первые недели после релиза мы почти не спали. Нам приходилось очень многое докручивать прямо в режиме реального времени и в ручном режиме еще осуществлять модерацию. Мы столкнулись с тем, что недооценили способности детей самовыражаться в открытом пространстве. Пришлось и мне, и сотрудникам реально не спать и 24 на 7 осуществлять модерацию. По мере развития игры стало понятно, что нам надо многое еще переделать для того, чтобы быстрее и легче делать обновления. Поэтому после того, как вышла первая версия, она вышла у нас как раз под новый год 2008 года, мы занялись тем, что стали с учетом вплывших ошибок, с учетом наших пожеланий делать новое ядро игры. И небезызвестный Григорий Гриша, он спроектировал новую архитектуру и сделал основу нового шарорама. Потом уже по сей день команда работает, расширяет эту архитектуру. На сегодняшний момент мы уже переделали все на Unity, на HTML5. Но пока Flash был жив, мы именно эту архитектуру и развивали, дополняли и на ней делали все обновления. Поделитесь наиболее яркими воспоминаниями, связанные с шарорамом. Самое яркое, наверное, это как раз старт проекта под новый год. Мы в тот день накрыли стол, чтобы отпраздновать Новый год и спуск на воду в проект. И прямо когда подняли бокалы, фактически там был тост и за успех проекта, и за Новый год. И в этот момент Гриша нажал комбинацию клавиш и отправил игру в онлайн плавание. Пока мы праздновали Новый год и старт проекта, в игре уже стали появляться игроки. И появилось понимание того, что работает, что не работает. И с этого момента, да, наш сон закончился. Буквально с этого дня и новогоднюю ночь я помню, что я и Гришину там немножко попраздновали. А дальше уже каждый на своем рабочем месте. Дома, конечно же. По удаленке сидели и занимались работой. Кто сервера поддерживал, кто модерацией занимался, кто еще что-то. У нас еще провайдер на тот момент был интересный, у которого на колокейшне периодически возникали проблемы с сетью, с питанием. Нам пришлось потом от них очень быстро съехать. Но на тот момент это вот была такая очень яркая страница, наверное, игры. Что касается вот идей, которые мы изначально реализовывали, конечно, мы в первую очередь ориентировались на клуб пингвинов. И, конечно, в самой игре видно, например, там та же самая главная площадь. Она, ну не копия, но очень-очень близко напоминает клуб пингвинов. Естественно, перевисованная, но там есть то же самое, там магазин. Это поляна, которая перед этим магазином, там есть детский сад. И сейчас там уже дом МОД стоит. Раньше там дом УДС связи, что-то мы там еще делали. Ну а дальше больше. Дальше, конечно же, мы придумывали много чего нового. Каждую неделю у нас происходили совещания, креативные совещания о том, чтобы еще добавить в игру. Очень долго мы еще вынашивали идеи корпорации клубов. Тогда мы еще не знали, что она будет называться именно корпорацией клубов. Мы вдохновлялись игрой Монополия. И хотели сделать подобие деловой активности в Шарараме. И в какой-то момент мы на очередном заседании, нашем совещании, поняли, как это нужно делать. Как у нас родился Босс Бобос и его корпорация. Очень ярко я помню, как мы выпускали клуб пингвинов. То есть, когда Дисней заходил в Россию со своим клубом пингвинов, мы тогда решили, что это будет интересная конкуренция между нами и клубом пингвинов. И для того, чтобы немножко привлекаться, в частности, может быть, так, потроллить, что ли, Дисней, сделали у себя в корпорации клубов специальный клуб. Назвали его клуб пингвинов. Там сделали Киеву помогу. В общем, выступали пингвины, которые пели песенку. И вот как раз на момент рекламной кампании Диснея пришелся выход нашего клуба пингвинов. Таким образом, клуб пингвинов появился и в Диснея, и в Шарадане. Но вообще, конечно, за 13 лет можно составить огромный список разных ярких эмоциональных сюрпризов. Это и новые идеи, и яркие люди в команде. Кто-то у нас еще работает, кто-то ушел и работает в крупных организациях, занимающихся играми. Какое значение в вашей жизни имеет созданная вами игра? Конечно же, это случайные встречи с бывшими игроками. Не раз нам доводилось на всяких мероприятиях. Совершенно случайно встречаешься с человеком, знакомишься, говоришь, кто ты, чем занимаешься. О, я знаю, я помню, я когда проиграл. За это время уже, конечно же, те, кому было 10, 11, 12 лет, подросли. Молодые люди, симпатичные, продвинутые, активные, интересные. И, конечно же, очень приятно смотреть и очень приятно осознавать свою причастность к формированию вот этого онлайн-мира большого. Ну и, соответственно, по поводу значения в моей жизни. Я как-то раз сам себе задавал этот вопрос и понял, что да, это целая эпоха. Нам удалось сделать игру для поколения ребят и сделать так, что ее запомнили. Мне очень радостно отдавать себе отчет о том, что через игру прошло много миллионов человек. И много миллионов человек, в общем-то, для них это стало, скажем так, одной из игр детства, о которой они с удовольствием вспоминают, есть о чем говорить, о чем будем рассказать. Ну и сейчас мы, шаррам, конечно же, уже не настолько популярен, как раньше, но он остается в онлайне. Конкуренция, безусловно, очень высокая. Сейчас люди предпочитают и YouTube больше смотреть, да, и TikTok, по-другому проводить время в развлечениях. Но, тем не менее, шаррам есть, он существует, он будет существовать. И я думаю, что те, кто когда-то играли, выросли, когда-то станут папами и мамами, может быть, они и своим детям расскажут, покажут, что такое шаррам. Я очень надеюсь, что мы сделали жизнь, ребят, немного ярче, веселее. И очень рад, что имею к этому отношение. А в прошлом году мы получили еще премию Ренета за вклад в формирование сети. Ну, это тоже некий такой показатель, маркер, что ли, признание того, что мы сделали. Очень здорово, что наш руководитель Ленил на тот момент встретился, до начала проекта встретился с Ильей Поповым, продюсером «Смешариков», и они договорились сделать эту игру именно про «Смешариков». Потому что это, конечно же, наиболее сильный анимационный бренд на тот момент времени в России. И, конечно же, игра с таким брендом, она должна была появиться. Она и появилась. Каким вы видели шарарам на его самом первом этапе? Ну, на момент, когда мы его создавали, он рисовался, в общем-то, стилистикой «Смешариков», которые на тот момент были, стилистикой «Молков». Естественно, с адаптацией под то, что это не анимация, а то, что это компьютерная игра, и под то, что у нас не 9 «Смешариков», а у нас все «Смешарики», и нам пришлось поработать над образами. И поработать над миром, потому что он гораздо более широкий, чем мир «Смешариков» в мультфильме. Не могу сказать, что у нас была какая-то видение на десятилетие концепции. Нет, нам хотелось сделать веселый, прикольный, классный проект. И мы, в общем-то, так и работали. Ну, а дальше, да, в какой-то момент, конечно же, когда компания разрослась, когда проект стало понятно, что он успешный, встали вопросы относительно развития. Мы когда-то, когда-то думали относительно того, делать ли нам, например, мобильную версию шеррама, когда только-только там мобильные телефоны появились, да, или же сделать другой проект. Ну, вот здесь вот нам было принято решение оставить шеррам как есть. Очень рад, что мы перенесли его на HTML5, это значит, что проект продолжит жить. Конечно, там, что касается Unity-версии, она еще не настолько богата, как Flash-версия, но у нас остается загружаемый клиент. Поэтому продолжаем жить, работать и развиваться. На этом наше интервью подходит к концу. Оно получилось очень содержательным, и мы надеемся, что вам было интересно услышать ответы на заданные вопросы. Не пропустите наш следующий сюжет про развитие шеррама с 10 по 12 год. Подписывайтесь на канал, комментируйте и делитесь этим видео со своими друзьями. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok